Сочи готовится принять российский инвестиционный форум. Он пройдет 14 и 15 февраля. Детали обсудили на заседании Орбкомитета. 1 сентября в Сочи откроют новую школу и детский сад. В Совет Кваджи уже завершаются работы. В новые классы будут ходить и ребята из Аше и Вишневки. Белые ночи в полной темноте. В Зимнем театре состоялась премьера спектакля для людей с нарушением зрения. В Сочи два дня будет звучать крещендо. Фестиваль Дениса Мацуева вновь собрал на одной сцене молодых и именитых музыкантов. Кубань готовится принять российский инвестиционный форум. Он пройдет 14 и 15 февраля 2019 года. Традиционно события в Сочи открывает календарь экономических мероприятий в стране. Несмотря на санкции, интерес зарубежного бизнеса к нашей стране и региону только растет. На прошлом форуме Кубань заключила больше 200 соглашений, более чем на 140 миллиардов рублей. Как не снизить планку и первоклассно организовать инвестфорум в феврале следующего года, обсуждают в Сочи уже сегодня. В первом заседании оргкомитета под председательством вице-премьера Дмитрия Казака принял участие и глава региона Вениамин Кондратьев. Участники обсудили даты, место и параметры проведения инвестфорума. Все демонстрируют готовность к проведению форума, которая необходима по состоянию на сегодняшний день. Я уверен, что он пройдет на таком же высоком, достойном уровне и будет интересен для всех участников. Будут обсуждаться традиционные экономические вопросы, взаимоотношения с регионами. Перед страной стоят новые национальные цели и задачи, которые станут предметом обсуждения на предстоящем форуме с участием представителей органов власти, с участием бизнеса, по хорошей и доброй традиции. До сентября будет сформирована дорожная карта. Там будет обозначено информационное наполнение форума, предварительный список участников, кому подготовят приглашение. Все службы региона готовы провести форум на высшем уровне, уверен губернатор. Краснодарский край совместно с фондом Росконгресс отвечает за питание, размещение, транспорт и работу волонтеров. К 10 августа по каждому направлению будут окончательно сформированы рабочие группы. Обсудили сегодня в Сочи подготовку к российскому этапу Формулы-1. Продажи билетов на главное автоспортивное мероприятие года уже идут полным ходом. Вице-премьер Дмитрий Казак уделил внимание и этой теме, уточнив, на что именно необходимо сделать акцент. Наш корреспондент Елена Авсетцина знает все подробности. В 2018 году запланирована 21 гонка. Одна из них – Гран-при России. Пройдет на Сочи-автодроме с 28 по 30 сентября. Первоначальные гонки должны были состояться в конце апреля, но их перенесли из-за проведения чемпионата мира по футболу. В нашем городе это пятый российский этап Формулы-1. До его начала осталось 70 дней. Послушаем, что сказал на заседании организационного комитета вице-премьер правительства Дмитрий Казак. Оперативно принять решение по всем тем развилкам и озабоченностям, которые возникли при формировании плана подготовки к Формуле-1. Есть предложение компактно, быстро обсудить все эти вопросы. Они содержатся в проекте протокола. Хочу заранее сказать, что скорее склоняюсь к тем решениям, которые изложены в проекте протокола. С тем, чтобы план был утвержден буквально ближайшие два дня. И мы приступили к работе по этому плану. В мире автомобильного спорта Формула-1 самое ожидаемое и престижное мероприятие. Конечно, в Сочи в дни проведения королевских гонок будет гораздо больше гостей. На соревнованиях можно будет увидеть лучших пилотов мира. Технически совершенные болиды Формулы-1, маневрирование на крутых поворотах Сочи-автодрома, увлекательные гоночные бои. Елена Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Состояние пляжей и набережных обсудили в краевой администрации. Этот вопрос Вениамин Кондратьев поднял на традиционном часе контроля. На совещании глава региона проверил, как исполняют его поручения. В разгар курортного сезона особое внимание уделяется качеству сервиса, благоустройству и безопасности пляжных территорий. Однако нередко поступают жалобы, что доступ к морю закрыт шлагбаумами, а за проезд необходимо заплатить. О таких случаях известно в Анапе, на Бугасской косе и на Ясинской косе в Приморско-Ахтарском районе. Для автотранспорта доступ закрыт в посёлках Ольгинка и Лермонтово-Туапсинского района. На вопрос, зачем установлены шлагбаумы, у местных властей ответа не оказалось. Мне кажется, какая-то бесхозяйственность, если уж по-честному говорить. И шлагбаум должен быть, не должен есть, взымается плата, не взымается плата. Вообще-то вот такая куставщина, если уж по-честному. Или кому-то выгодно, кому-то выгодно. Поэтому имели мы, понятно что, лишь бы сейчас перелистнуть страницу и забыть. И всё, чтобы по-прежнему осталось. Тогда от вас, именно от вас, я дожду чёткого такого доклада по существу. А вообще, в крае, коллеги, здесь, Министерство курортов должно быть. То есть, должен быть общий подход к таким территориям. Должен быть один общий алгоритм. Как поступать, как действовать. Это зона ответственности министра курортов, который должен дать нам чёткий алгоритм режима и проезда, или отсутствия такового на особо охраняемой природной территории. Много вопросов во время совещания появилось к главе Белореченского района. Ещё в прошлом году губернатор поручил предоставить местным фермерам землю для пастбища. Однако участки сельхозназначения передали коммерческой недродобывающей компании. Причём из 65 гектаров используются всего 16. Вениамин Кондратьев напомнил главе Белореченского района Дмитрию Федоренко, чьи интересы он должен учитывать в первую очередь. Есть поручение губернатора, оно основано, в первую очередь, о том, о чём люди говорят. Я всего лишь рекомендую просьбу жителей Белореченского района определённой части и ставлю на контроль эту просьбу. А если вы идёте вразрез с тем, о чём говорят жители и просят жители, тогда, по большому счёту, что вы вообще в этом кресле делаете, коллега? Если вы максимально лоббируете интересы, если это будет так, какой-то фирма, то идите туда и работайте, если по-честному. А моё поручение выполнять, а просто вот так взять и не выполнить, для всех коллег касается. Друзья, не согласны, я никого силой не держу. А по-другому, потому что я не могу подвести людей. Если вы можете себе позволить подвести своих жителей своего района, то я не могу себе это позволить. В рейтинг городов с невыполненными поручениями также попали Краснодар и Горячий ключ. В краевой столице затягивают со сносом незаконных Ларькова. В курортном городе отстают под темпом строительства спортивных площадок. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. Больше трети сочинских домов будет исключено из краевого реестра проблемных до конца года. Об этом стало известно на заседании рабочей группы в администрации города Сочи. В краевом реестре, который был утвержден в начале этого года губернатором и прокурором Краснодарского края, числится 28 объектов курорта. Это те дома, которые были построены в рамках 214-го федерального закона о долевом строительстве с привлечением средств граждан, чьи права впоследствии были нарушены застройщикам. Власти города проводят консультации с дольщиками, разъясняют им пути выхода из сложившейся ситуации. Так, уже два объекта ЖК «Три капитана» и многоквартирный дом на улице Крымской введены в эксплуатацию в административном порядке. Застройщики устранили все выявленные нарушения. В судебном порядке признано право собственности пожилым комплексам «Москва», «Белый дворец» и «Южное море». На этапе административного ввода в эксплуатацию сейчас находятся два объекта – многоквартирный дом на улице Учительской и ЖК «РАЗ-ДВА-ТРИ». Всего до конца года порядка 10 объектов планируется исключить из перечня проблемных. 1 сентября в Сочи откроют новую школу и детский сад. Это будет настоящий праздник для детей и родителей микрорайона «Совет Кваджа». Там уже завершаются строительные работы. В новые классы и группы будут ходить ребята из соседних районов – Аше и Вишневки. В первый раз в новый класс. Жители микрорайона «Совет Кваджа» осматриваются в просторных помещениях строящейся школы. Святослав Галахов в этом году звонок услышит впервые. Ну как к школе готовишься вообще? Хорошо, занимаюсь. Сколько часов в день? Ну по два, по часу. Старая школа была рассчитана на 130 человек, а по факту там учились более 200. Новое здание сможет принять вдвое больше. В этом году мы набираем очень большой первый класс, уже подано 44 заявления, то есть будем два первых класса. Обычно всегда набирали один, ну максимум 20 человек. За ходом строительства вместе с надзорными органами следили родители нескольких посёлков. Нареканий не было. Мы снимали это всё из окон пятиэтажки, как рушат нашу старую школу, как постепенно, поэтапно каждый этаж возводят новость школы. Мы переживали, мы удивлялись, когда её красили, какая она у нас яркая. А рядом со школой вырос новенький детский сад. Так сбылась мечта жителей северной части Лазаревского района. Раньше им приходилось возить малышей за 20 километров от дома. Автобус был в 7-10. Это надо было в 6 утра поднять ребёнка, чтобы в полдевятому приехать в Лазаревскую саду. Второй дом здесь обретут 60 дошколят. Помещения просторные, группы обустроены по самым современным нормам и правилам. После Олимпиады потребность в школах и детских садах резко возросла, и строительство пошло рекордными темпами. За последние пять лет на курорте появилось 36 новых учреждений, 28 из них дошкольные. Это мы всё делаем для того, чтобы наши дети уже с детского садика, со школы понимали, что такое хорошо и что такое плохо. Чтобы они учились в комфортных, хороших условиях. И тогда они будут себе вырабатывать ментальность, что вот это и есть хорошо. Поэтому они тогда будут культурными людьми. Они будут понимать, что нужно жить в хороших условиях и достигать цели. Сейчас возводятся дополнительные корпуса школ в Дагомысе и на Макаренко. Скоро строители приступят к работам на Мамайке. И в следующем году начнут заливать фундамент двух новых учебных заведений в Красной Поляне и в Олимпийском парке. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. Сочинских общественников поблагодарили за помощь в проведении Чемпионата мира по футболу. Сегодня в администрации города состоялось заседание Городского координационного совета по взаимодействию с органами ТОС. В том числе и общественники отметили в мэрии. Во время мундиали отвечали за создание атмосферы гостеприимства. Гости нашего города, иностранные гости, ходили и по приврежной части, и по городской черте. В том числе посещали микрорайоны наши городские, где живут. И все положительно отмечают, насколько чист, ухожен и, скажем так, радушен наш сочинский житель. От благодарности перешли к рабочим моментам. В повестке дня координационного совещания сразу несколько вопросов. В их числе назначение и выплата пенсий, реализация федеральной программы по переходу на цифровое вещание. Также обсудили новые полномочия общественников по осуществлению регионального жилищного надзора и лицензированного контроля. Иными словами, теперь ТОСы могут проводить собственные проверки по содержанию жилого фонда, общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, а также контролировать работу управляющих компаний. Как выполнять свои обязанности управляющие компании? Добросовестно ли? Какие у них проблемы? Есть объективные причины, например, тариф низкий выбор, где не хватает на оплату дворников и так далее. Есть субъективные причины, где управляющая компания недобросовестно к этому относится. Такой контроль со стороны общественников, уверены ТОСы, поможет навести порядок в спальных районах, дворах многоквартирных домов и работе управляющих компаний. Ну и, кстати, Сочи возглавил топ-10 городов чемпионата мира, куда хотят вернуться туристы. Рейтинг подготовлен сервисом бронирования жилья twill.ru по результатам опроса в соцсетях. Исследование показало, что Сочи набрал 30% голосов туристов, Санкт-Петербург – 23%, это Казань-11, Москва, Самара, Нижний Новгород, Калининград, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Волгоград набрали менее 10% голосов в каждой. Юных сочинцев научат правильному обращению с отходами. Акция «Экодвор» пройдет завтра на площадке по улице Горького, 87. Гости и участники узнают, почему нужен раздельный сбор отходов, где именно в городе можно их утилизировать с пользой. Каждый сможет сдать в переработку макулатуру, пластиковые бутылки, алюминиевые банки, полиэтиленовые пакеты и пленку в мобильный пункт приема вторсырья. Ну и, к слову, принести ненужные, но годные вещи, книги, растения, игрушки можно будет на так называемую «дармарку». Здесь вещи обретут новую жизнь, понадобившись кому-то другому. За принесенные вторсырье участники получат памятные призы. Начало в 17 часов на Горького, 87. К другим новостям. Фото сочинского снега заняло второе место на международном конкурсе айфонографии. Жюри отбирало работы от фотографов из 140 стран. Среди победителей фотограф из России Антон Круглов. Снимок был сделан 23 марта на курорте «Роза Хутор». Фотография заняла второе место в номинации «Природа». 23 марта снег в горах Красной Поляны приобрел необычный оттенок. Он стал бежевым. Все дело в том, что в результате пыльных бурь над Севером Африки в тропосферу попала пыль, которая частично была перенесена в Черноморский регион мощными воздушными потоками. При выпадении осадков все взвешенные вещества сели на поверхности земли. Белые ночи в полной темноте. В Зимнем театре состоялась премьера спектакля по пьесе Достоевского. Постановка создана специально для людей с нарушением зрения. Может быть, именно на вашей улице произойдут главные события нашего повествования. История о мечтателе и его петербургской любви рождается на фоне хрупкого и сказочного мира. А белыми ночи становятся только за счет чувств человека. Зрители погружаются в атмосферу звуков и запахов туманного города. Люди, которые плохо видят или вообще не видят, они смогут ощутить этот петербург вокруг себя. И даже стать участниками представления. Потому что без зрителей этот спектакль играть невозможно. Он проходит буквально на руках у зрителя. И у нас все куклы пропитаны специальными маслами, которые несут определенное настроение. Это первый опыт для кукольного театра. Инициативу активно поддержали городские власти. Такие спектакли – это новое качество жизни для людей с ограниченными возможностями здоровья, отметил глава Сочи. Это, конечно, совершенно новое, креативное. Я думаю, что инициатива наша будет поддержана. В городе Сочи мы очень сильно обеспокоены комфортным проживанием людей, у которых есть ограничения по здоровью. Но прежде всего, то, что мы сделали доступность, это очень важно. С другой стороны, мы даем возможность путем создания всевозможных центров реабилитации для аутистов, для деток с ДЦП. Таким образом, создаем для них, по большому счету, жизнь без барьеров. У нас в городе сегодня проживает порядка 500 человек с проблемами по зрению. И вот это для этих людей теперь уже есть самостоятельный проект. Это очень здорово, это очень правильно. Я прошу, чтобы вы взяли под особый контроль то, чтобы была доступность людей и информированность, самое главное. Зрители спектакля смогут в прямом смысле слова прикоснуться к великолепной архитектуре Санкт-Петербурга. Исаакиевский собор, адмиралтейство, зимний дворец. Макеты зданий выполнены сочинским художником Мариной Черва. На каждую конструкцию нанесена надпись с шрифтом Брайля. Она сообщает, что это за здание и кто его архитектор. Действительно уникальное событие, эксклюзивный вариант, потому что действительно это неординарно, неожиданно. Хотя мы ждали этого события, поскольку была информация, что готовится такой проект. И мы очень рады побывать сегодня на таком представлении. Этот спектакль как раз можно отнести к понятию «доступная среда», то есть позволяющая людям с ограниченными возможностями, с различными, прикоснуться, как говорится, к прекрасному. Театр, он испокон веков, как говорится, жил, живет и будет жить. Год назад благотворительный фонд Алишера Усманова учредил грант в номинации «Театр с закрытыми глазами». Из более сотни заявок выбрали Кукольный театр «Саквояж» и Сочинское концертное филармоническое объединение. Теперь после премьеры в Сочи показы пройдут в Туапсе, Адлере, Краснодаре, Армавире и Ростовской области. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Сегодня в Сочи открылся музыкальный фестиваль «Крещенда». Он проводится уже в 14-й раз, ну а для Сочи это уже шестой фестиваль. Его художественный руководитель, выдающийся пианист Денис Мацуев. О том, каким будет «Крещенда» в этом году, народный артист России рассказал на пресс-конференции. Денис Мацуев отметил, что основная цель фестиваля – собрать со всего мира известных молодых музыкантов и продемонстрировать высочайший творческий потенциал современной музыкальной культуры, а еще привлечь внимание к творчеству молодых талантливых исполнителей. Так, в этом году на сцену выйдут сразу три юных дарования. Это победители самых престижных детских конкурсов. Ну а для Сочи музыкальный фестиваль – это большой и очень ожидаемый праздник. Каждый фестиваль не похож на предыдущий, и каждый фестиваль все ярче и ярче. И город Сочи, администрация, мы очень благодарим, что фестиваль на нашей земле, «Крещенда» вновь открывает свои гостеприимные двери для всех любителей классической и джазовой музыки. Мы очень любим Сочи, очень любим июльский Сочи, мы любим зеленый театр, мы любим сочинскую публику. Действительно, она стала родная для нас каждый год уже на нашей гастрольной карте. Это уже закон «Крещенда» в Сочи. Фестиваль «Крещенда» будет проходить в Сочи сегодня и завтра в программе концерты Мендельсона, Прокофьева, а также джазовое шоу. Ну и на этом наш выпуск завершен. Я напоминаю, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире.